Мир вам, братья и сестры! Читаю Слово Божье. Оно относится к теме о рождении Господа Иисуса Христа. Это слово послания евреям, 10 глава, 5, 6 и 7 стихи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Еврейский народ в соответствии с Божьим планом, в соответствии с Божьим избранием, его желанием – это тот народ, которого Бог избрал для спасения, для славы Своей. Бог избрал этот народ быть светом народов, так в Ветхом Завете описано, и как прообраз Иисуса Христа быть светом народов. Бог избрал этот народ, чтобы быть светом, и через них пришло Евангелие, через евреев должен был прийти, и пришел Спаситель. И поэтому послание к евреям – это послание к евреям, но оно послание ко всему миру. И тот закон и жертвоприношение, который Бог установил для евреев, для многих людей непонятно зачем и для чего, как и евреи понимали, это было и для евреев, и для всех нас. И было время, когда язычники из языческих народов опрощались к Богу евреям, принимали, если так можно сказать, еврейскую веру, еврейские законы, и становились причастниками Божьего народа, избранного народа. Поэтому, когда речь идет о послании к евреям и о всех проблемах, которых там апостол Павел, некоторые считают, что автор другой написал по-разному, но это не так важно, написал. Это послание относится ко всем. И послание к евреям, цель этого послания – показать, прежде всего для евреев, поскольку они жили в этих жертвоприношениях, закон для них – Моисей, Евроам, Левит. Это была святость, это были их герои, это были их, даже, может быть, идолы. Это были люди, которым они поклонялись и почитали. Более того, они почитали ангелов, архангелов. Они знали, они читали Ветхий Завет. И послание к евреям, цель этого послания – показать, что Христос выше Моисея, выше ангелов, выше всякого творения, больше Авраама, больше Левита, более всех героев веры, потому что Он – Бог. И Христос выше закона. Но Христос, в послании евреям Павел подчеркивает, для чего предназначен был закон и для чего вообще Ветхий Завет был предназначен. Если бы мы читали с первого стиха, он пишет, «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих к Богу». То есть закон был дан для того, чтобы показать только тень будущих благ. А что значит будущее благо, братья и сестры? Будущее благо для еврейского народа, как он понимал, закон – это войти во святое святых и быть в общении с Богом, потому что там Бог открывался первосвященнику. И первосвященник мог только войти раз в год во святое святых, чтобы приносить жертвы за себя и за народ. Но благо, что значит будущее благо, друзья мои? Благо – это быть с Богом. Небеса – это святое святых. И будущее благо – это быть с Богом. Без Бога нет блага. Без Бога – тьма. Без Бога – страдания. Без Бога – скорби. Что такое ад? Что такое преисподнее? Мы можем говорить о месте, о каких-то различиях, но ад, преисподнее – это все то, что без Бога. Там страдания. Там, где нет Бога, там страдания. Там тьма. И поэтому закон был предназначен, и весь Ветхий Завет предназначил был, как тень, указать на будущее благо. Общение – быть в присутствии с Богом. Но это присутствие с Богом проходит исключительно через Иисуса Христа. И Павел пишет здесь, что жертвами, жертвы не могли сделать совершенными освящаемых, совершенными в совести, то есть, чтобы совесть не напоминала, не обвиняла. Третий стих. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Жертвы имели цель очищения, отсознания греха, но они не могли очистить. И Бог дал, чтобы постепенно народ привести к осознанию и к принятию Иисуса Христа. Жертвами напоминалось о грехах. Грехи не прощались. Жертвы были предназначены Ветхозаветне для напоминания. Человек упал в грехе, человек погиб. Однажды Христос сказал о людях, которые противились Ему, вы еще во грехах ваших. И в четвертом стихе мы читаем здесь «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». И вот описывается божественная атмосфера, начало, как бы, рождения Иисуса Христа. Пятый стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Посему, по какой причине? Закон жертвами не может сделать освящаемых. Закон не смог предоставить и не должен был. Это была цель другая у закона. Но евреи поверили, что закон даст им благо. И поэтому они вошли в всякие крайности. А Павел, пишет, он не может сделать совершенными. Невозможно, чтобы кровь животных уничтожила грехи. А Христос, Павел пишет, пришел уничтожить грехи. Уничтожить. А вместе с грехами уничтожается и смерть. Смерть. Где твоя жала? Сила смерти что, братья и сестры? Грех. А сила греха – закон. Этого они еще не понимали. Но вот и Павел открывает им. Христос говорит Отцу, входя в мир. Это удивительный, братья и сестры, разговор в вечности. Разговор с Отцом. Разговор до воплощения. Посему Христос, входя в мир, говорит. Разговор Христос знал о своем воплощении. Христос вошел в этот мир через воплощение. Но Он принял реальную плоть человека. Входя в мир, Он входит не как дух, а в теле, которое Бог приготовил Ему. Там начинался план спасения, план Рождества Христова. И Он пишет дальше. Всесожжение жертвы за грех неугодны тебе. Это очень важно. Он открывает глаза евреям, но и нам с вами, безусловно, что вот те всесожжения жертвы, на которые они стали уповать, не поняли цели этого, потому что цель всесожжения жертв была указана на Христа. Они неугодны тебе. Кровь тельцов и козлов, все тысячи и тысяч жертв не могут смыть наших грехов, не могут очистить нас от сознания греха, то есть от вины греха, потому что Бог держит грехи против нас. Это Бог держит против нас грехи, если ты не принял Иисуса Христа. Бог обвиняет нас. Совесть, безусловно, судит нас, но это делает Бог. Нет прощения, нет помилования, нет основания для прощения. Жертвы, кровь и тельцов неугодны тебе. Для напоминания – да, они напоминали о грехах. Для спасения – нет. Ты святой. И даже смерть человека, Господи, Ты святой, но смерть человека за свои грехи не покрывает его грехи. Человек умирает за свой грех. Человек умирает, потому что он грешник. Потому что этот приговор уже был в раю. Но грех не снимается со смертью. Грех не стирается. Почему? Потому что, повторяю, Бог держит против людей грех. Бог враждует с людьми за грех. Бог принимает только жертву Иисуса Христа, чистую жертву, которая на земле и во Вселенной быть не может. Бог сотворил Вселенную. Деньги не искупят, богатство не поможет, молитвы не спасут, раскаяние не поможет. Все не угодно Богу. Так он сказал, все сожжения и жертвы за грех не угодно тебе. Бог не может успокоиться, потому что не угодно Ему. Ни от каких жертв Бог не успокоится, ни от каких просьб, ни от каких молитв, они Ему не угодны. Во всех жертвах, во всей скорби нет абсолютной чистоты, нет силы. Во всей крови, которой проливали жертвы человек, мог пролить свою кровь, нет чистоты. Дорогой человек, в твоих молитвах, в твоей искренности присутствует грех, лукавство, неискренность, нечистота. Человек, ты уйдешь в этот мир. Придется уйти каждому в тот мир. Здесь только все начинается. Земная жизненная начало твоего пути. И там в вечности, там в вечности твоя и моя судьба зависит не от того, что было угодно тебе, не от того, что одобряли люди, не от того, что доставляла тебе радость на этой земле. Твоя судьба зависит от того, что угодно Богу. И это очень серьезно, братья и сестры. А Богу угодно простить твой грех, простить тебя, но за счет чего? Все твое, человек, говорит, в послании евреям, не угодно Богу, что бы ты ему не принес. По сути, братья и сестры, Бог решает проблему, если так можно сказать, своей святости, то, что угодно ему, своей славы. Славы моей не отдам никому, говорит Господь. Он сам решает. Нет решения судьбы человека на этой земле. Человек не может разрешить проблему трагедии, которая разыгралась в Едемском саду. Там, в раю, прозвучал приговор. Смертью умрешь. Оттуда из рая был изнан. Он был в раю, человек, он был изнан за свой грех. У человека нет ни силы, ни мудрости, ни ресурсов, ни решений, как избежать своей собственной погибели. И даже жертвоприношения, установленные Богом, которые евреи и мы все поняли неправильно, они не могут спасти человека. Они были предназначены, чтобы указать нам на грехи наши. Они указывают нам на нашу беспомощность, на наше бессилие, на нашу греховность. И человек в попытках исполнить закон, видеть свои грехи, и по закону приходит неизбежно к одному выводу, к одному итогу. Несчастный я человек. Итог один. Я грешный. Я погиб. Совесть осуждает. Вина не снимается. И Дух Святой об этом свидетельствует человеку, когда человека приводит к Богу. Когда Дух Святой начинает работать, он использует этот закон, который был написан, потому что это Слово Божие. И однажды Павел удивительную вещь сказал. Кто избавит меня от всего тела смерти? Помните? Он в послании римлянам в 7 главе показывает, именно 7 глава показывает, что закон свят. Но он был предназначен, чтобы показать твою греховность человек. Потому что Павел говорит там, что человек настолько греховен, что он не потому грешит, как иногда сегодня в мире говорят, улица портит человека. социальная обстановка, общество где-то не туда идет. Да, безусловно, это влияет, но не потому человек грешит. Грешит он потому, что он грешен. И когда Святой Закон говорит, не делай, тогда срабатывает греховность человека. И тогда, как бы, Святая Заповедь служит поводом греху у человека, настолько греховен человек. Вот для чего был закон, предназначен, чтобы показать греховность нашу. И Павел говорит, то избавит меня от всего тела смерти. И потом он удивительно говорит, следующая, седьмая глава, последний стих, благодарю Бога моего и Иисусом Христом. Что это за благодарность, братья и сестры? Это наша благодарность должна быть, это наша вера. Он не говорит, Господи, благодарю Тебе за это и за то, хотя нужно благодарить. Слово Божие говорит, за все благодарите. Но когда он говорит о своем спасении, Павел, когда он вспоминает свое спасение, он говорит, благодарю Бога моего и ничего у меня нету. Я благодарю Иисусом Христом, что Он мне дал Христа, что Он открыл Христа, и я за Него только могу ухватиться, Он якорь для души моей. Бедный я человек, кто избавит меня, Христос избавил. К этому единственному выводу подходит, подводит автор или апостол Павел в послании к евреям. И тогда, и тогда в своем предвечном плане Христос говорит, Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты его не восхотел, но тело уготовил мне. И тогда Бог открывает свой предвечный план. Автор послания евреям говорит, что сатана не смог опередить Бога и не мог, потому что решалось все в вечности. Сатана не мог опередить Бога, переиграть Бога. Сатана не смог обмануть Бога, обвести Бога. У Бога был удивительный план. И вопрос нашего спасения решался троицей, братья и сестры, в Совете Святых. Что такое Совет Святых? Это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, которые принимали решение. И пришел тот момент, когда в небесах Сын Божий Иисус Христос говорит, 7 стих мы читаем, 10 главе в последнее время, вот иду, вот иду. Кому Он говорит? Кому Он говорит? Вот иду, как в начале книги написано, а мне исполнить волю Твою Божию. Он говорит Отцу. Почему Он говорит? Почему Христос принимает это решение? Потому что предвечный Бог не восхотел этих жертв. Они не угодны Ему. Это там, в небесах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Святая Троица принимали решение. Отец, что Тебе угодно? Что Ты хочешь? Я иду. Это удивительное послушание Иисуса Христа. Что Ты приготовил для меня? Ты тело уготовил мне. Ты уготовил мне стать жертвой за грех людей. Ты не восхотел никаких жертв. Они не угодны Тебе. Ты не можешь простить грех человеку за жертвы Тобой и установленные, потому что люди неправильно поняли. Ты этими жертвами указывал на меня. Об этом говорит Христос. Так написано. И поэтому мы читаем в 7 стихе, тогда я сказал, вот иду исполнить волю Твою Божию. Когда Ты не восхотел жертв и приношений, когда они не могут утишить Твое беспокойство, Ты не хочешь. Когда они не могут утишить и милостивить Твой гнев, когда жертва и за грех не угодны Тебе, я иду, чтобы угодить Тебе. Он угодил. И мы, написано, во Христе, братья и сестры, мы уже угодили Богу, потому что мы во Христе. Я иду, чтобы угодить Тебе. Я иду, чтобы милостивить Тебя. Я иду исполнить волю Твою Божию. И поэтому в послании в книге про Рок Исаии, 53 главе, о которой мы вспоминали утром сегодня, написано поразительные слова, которые невозможно истолковать. Богу было угодно поразить Его. Богу было угодно. Угодно, братья и сестры, то, что доставляет удовольствие, успокоение, настолько был ужасен наш грех, настолько велика любовь Божья к людям, настолько Он возлюбил людей, что Ему угодно было поразить Сына Своего Иисуса Христа. И еще удивительную вещь пишет апостол Павел. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне. Какой книги? Удивительный Господь. А какой книги, братья и сестры? Священное Писание. Вот какой книги. А вы помните слово Псалом 118, стих 89-90? Навеки, Господи, слово Твое, что, братья и сестры, подскажите, утверждено где? На небесах. Истина Твоя в рот и рот, то есть истина Твоя из поколения в поколение. Слово Божие было утверждено на небесах. Мы держим эту Библию, над которой люди смеются, и мы иногда небрежно относимся, но это слово, вроде бы оно простое, но оно утверждено было на небесах. Оно было написано для нас. И это слово предсказало, предопределило решение Иисуса Христа. Это удивительно, братья и сестры? Все было там сделано. Настолько важно слово Его для нас. Какое слово? Безусловно, все пророчества. Вот это слово, это данное выражение, лишь краткое изложение всего Писания. Непостижимой мудрости Божьего провидения здесь не написано вот все содержание пророчеств, но Он, несомненно, разъяснял ветхозаветнюю систему жертвоприношений, полную символов, которые указывали на Иисуса Христа, о Его распятии. Христос указывал на истинное значение мест Ветхого Завета, когда беседовал с учениками. Множество мессианских пророчеств оно указывало на Иисуса Христа, на Его жертву, а евреи не узнали Христа, не приняли Христа, они ожидали другого Мессию. Как и сегодня люди ожидают другое спасение, и только Дух Святой может открыть Христа распятого, Христа младенца рожденного, Христа Божьего Сына. Христос пришел в этот мир под радостное ликование небесных воинств. Христос родился в этот мир, тот, о котором возвещали древние пророки. Он пришел, приняв образ раба, пришел в нищете, уничижении, и внешний вид был только оболочкой Его Божества, потому что Он Бог. Он оставил мир вечности и вступил в мир времени. Он оставил мир в славу и блаженство и вошел в мир страданий. Он, первоисточник любви, не рассматривал свое предвечное достояние как преимущество, хотя это было преимуществом, как хищение, как мы читаем послание филиппийцам. И Его жизнь, Его рождение, Его рождение, жизнь, Его смерть и воскресение явились поворотным моментом на этой земле. Все изменилось. История Иисуса Христа – это история всего. Это история спасения. Человеческое воплощение Иисуса Христа положило начало к Божественному фундаменту, на котором люди могут сегодня получать спасение. Поэтому сегодня мы говорим о Рождестве Христовом. Мы пытаемся связать Рождество с Голгофой, потому что Рождество и Голгоф – это тот поворотный момент в истории. И поворотный момент в истории нашей жизни. Когда удивительно, братья и сестры, наверное, вы заметили, когда Господь приводил нас к Себе, когда Он вел нас, когда Он открывал глаза наши, когда нам было так приятно идти в церковь, идти к Богу, что-то такое происходило в нашей жизни. Мы не до конца не понимали, почему это происходит. А потом мы открываем Библию и читаем. Это потому, что Он пришел, чтобы умереть за наши грехи. Он отдал себя ради нашего спасения. Наше спасение, братья и сестры, это вопрос, опять же, славы Бога. Наше спасение для Божьей славы. Почему иногда люди сомневаются в спасении? Потому что они понимают, это Божье дело, это Божья слава, это Он сделал. Это не игра какая-то. сегодня взял спасение, завтра потерял спасение. Это Его слава, Он славу не отдаст никому. Другое дело, что мы проходим через страдания иногда. Бог дисциплинирует нас, Бог формирует нас, как сосуды, как горщичник с глиной работает. Да, так будет, но Бог доведет свое дело до конца. И за это слава Ему. Аминь. Помолимся, Господи. Субтитры сделал DimaTorzok